Вот у меня возник вопрос, ну, я как биолог, далек от гуманитарных наук, поэтому мне вот сложно представить, хотел бы, чтобы вы пояснили, вот там говорится, например, о, вот я сейчас касательно антологии, что там мир, вот антология описывает как бы а-ля мироздание, там пространство, время и так далее, и мы можем рассматривать это там в разных контекстах, и там говорится про физический мир, а потом говорится вот про органический, который типа над физическим, там потом говорится еще про культурный, который как бы над этим всем еще настроен, вот это я могу понять, а я не могу понять, как органический может быть над физическим, потому что органика, в моем понимании, она недалеко от каких-то базовых фундаментальных физических законов. Да, ну, это тема опять холизма и редукционизма, мы, наверное, на протяжении всего нашего курса с ней будем сталкиваться, но специально будем рассматривать уже в конце нашего курса, когда речь пойдет о философских проблемах биологии, вот, я не помню, насколько я в прошлый раз этой темы касался, ну, вкратце можно напомнить или для тех, кто первый раз это слышит, что в истории органических наук, на первую очередь биология, существовали всегда два крайних направления, одно, они по-разному могли в разные времена называться, сейчас они обычно называются холизм и редукционизм. Значит, редукционизм, название от латинского слова редукцина, значит, упрощение, сведение сложного к простому, а холизм, от греческого холос, целое, то есть, учение о целом. Спор у них идет по поводу феномена жизни. Если редукционизм считает, что живое можно полностью свести к физико-химическим процессам, и биологическая система – это просто сложная физико-химическая система, а биология – это прикладная физика, так, по большому счету, поскольку все основные универсальные законы она должна брать из физики, и специфика только в приложении этих универсальных законов, то холизм утверждает, что есть уровни организации бытия, вот, и каждый более высокий уровень – это целые, качества элементов, обладающие целыми предыдущего уровня, а целые – это сильная сумма, условно говоря, то есть, сумма элементов, где возникает новое качество, которое отсутствует у этих элементах. Это качество называется эмерджентное качество, качество целого, вот, и для биологических системы – как раз качество жизни. То есть, если для элементов этих систем, для атомов, молекул, это качество отсутствует, то, когда вот они организуются в биологической системе, то это качество возникает. Но это качество, оно, как бы, своеобразное, то есть, его нету элементов, и поэтому нельзя объяснить на основе законы ниже лежащего уровня полностью законы выше лежащего уровня. Здесь нужно создавать, понимать и применять собственные законы этого более высокого уровня организации. Вот, вот эти вот два основных направления, они всегда воевали в биологии, вот, и на вашем примере, я так понимаю, мы опять столкнулись с той же самой темой, то есть, вы сторонник редукционизма, вы полагаете, что в феномене жизни нет ничего, что нельзя было бы свести к физико-химическим процессам. Ну, я просто здесь говорю, что я сторонник другого направления, холизма, который предполагает, что есть в живом нечто, что нельзя свести к физико-химическим процессам. И в этом плане органика надо встраиваться над неорганикой, то есть, с точки зрения вот этого эмержентного качества. Ну, вот так вот. Понял, спасибо, да. А то меня слово «органически» смутило, потому что там, ну, органика еще может просто органические соединения, которые еще не живы ему. Да, имеется в виду органические науки, то есть науки о жизни, это биология, медицина и гуманитарные науки. Тут еще философский вопрос, что считать жизни возникает. Я имею в виду, ну, я имею в виду всякие, как раз эти вирусы, бактерии, которые, ну, вирусы, да, например, там, которые спорные были долгое время, то есть, ну, другой вопрос-то возникает. Когда появляется это эмержентное качество? Потому что у нас есть какие-то простейшие случаи жизни, которые вроде как, ну, можно описать лично. Я предлагаю такое простое в своей теоретическом, как бы, аспекте определения. Живым является то, что обладает собственным внутренним миром. Именно наличие своего внутреннего мира, где находятся переживания, представления, желания, у более высокоразвитых форм жизни какие-то смыслы, цели, идеи и так далее. Вот то и является живым. То, что обладает своим собственным внутренним миром. А, я понял, понял. То есть, там в книге, да, имеется в виду жизнь, это вот не как в биологии, что это растение, там, грибы, это немножко другое, да, у вас философское принятие жизни? Нет, я считаю, что и растения, и грибы, и даже бактерии, и даже вирусы, в тот момент, когда они оживают в водной среде, в этот момент обладают внутренним миром. Но каким-то, например, у вирусов это вообще какая-то искорка внутреннего бытия, которая то вспыхивает, то гаснет, крайне неразвитая. Вот, то есть, такой дифференциал, что ли, да, бесконечно малое присутствие внутреннего мира. А по мере того, как идет развитие жизни, развивается не только тело, развивается, в первую очередь, внутренний мир. Но поскольку он напрямую завязан с телом, что тело – это органы действия, органы чувств, органы чувств строят изображения во внутреннем мире, а органы действия реализуют какие-то желания, которые опять возникают во внутреннем мире, в первую очередь. То это как бы единая связка, единая пара внутреннего и внешнего. И с развитием одного идет всегда и развитие другого. Вот, поэтому, так сказать, вот такой подход. Самое главное – внутренний мир. Ну, а внутренний мир, он, простите, физика и химия не описывается. Здесь нужна совершенно другая наука, вот, которой пока, к сожалению, нет. Можно сказать, что есть психология, которая изучает внутренний мир. Да, она изучает проявление внутреннего мира, описывает его. Но это примерно как вы приплыли, открыли новую страну, где, как Колумб приплыл и открыл Индию, да, вот, и начал ее описывать. Вот там то-то, там все-то, там и так далее. Вот так примерно психология сегодня описывает этот новый мир, что в нем находится в этом мире, систематизирует его. Вот, какие-то первые пытаются законы сформулировать этого внутреннего мира. Но нам нужно другое. Нам нужно ответить на вопрос не как устроен внутренний мир, а что это такое. А вот такого ответа мы пока в современной науке не имеем. То есть я правильно понимаю, что это что-то такое трансцендентное, что там не дано познать, потому что внутренний мир? Нет, нет, это вот речь идет о том, что есть несколько направлений холизма и редукционизма. Например, есть слабый и сильный редукционизм. Слабый – это тот, который считает, что можно не просто все физикой объяснить, а, например, механикой, самыми простыми разделами физики. А слабые редукционисты считают, что жизнь настолько сложна, что, конечно, механикой все не объяснишь. Нужно объяснять более сложными разделами физики, например, квантовой механикой. Или даже нужно создать новую физику для того, чтобы объяснить феномен жизни. Вот. Также и среди холизма есть направление рационального холизма и иррационального холизма. Рациональные холисты, я вот к ним принадлежу, это те, которые считают, что сущность живого можно выразить рационально. То есть можно построить науку о живом, но это не будет физика. То есть она не будет сводиться полностью к физике, но это будет наука. Ну, имеется в виду физика неживого, как она сегодня существует. Это будет физика живого, условно говоря, но она будет оперировать вот с этим эмерджентным качеством жизни, но тоже будет его вполне описывать какую-то рациональную конструкцию, в том числе и физическую. Вот. А иррациональный холизм, вот это как раз утверждает, что сущность живого трансцендентна, непостижима, непознаваема, рационально выразить невозможно, может быть, вообще никак невозможно. Так что это уже такие дифференциации, вот. Совсем не обязательно, чтобы сущность живого воспринималась всегда только как-то трансцендентно и непознаваемо. Понял, спасибо. И тогда, ну, я пока все свои вопросы зачитаю, значит. У меня еще один был вопрос про как раз антологию. Вот там говорится про сильную антологию. Я вот хотел как раз у вас узнать разницу определения сильной и слабой антологии, что это значит, сильная и слабая антология. А может быть, вы имеете в виду сильные и слабые системы? Или субъектная и объектная антология? Там вроде я говорил, что сильная антология – это как раз мир неорганического и сорганического, а потом есть антология культуры и так далее. Да-да-да. Ну, имеется в виду понятие, это антология каких систем? Слабых или сильных систем? То есть слабые системы – это неорганические системы, в которых есть, конечно, феномен целостности. Например, кристаллы образуют кристаллическую решетку, где каждый атом на своем месте, и в целом возникает единое, как бы, электронное, так сказать, поле кристалла. Да-да, все находится в достаточно жестких связях. Но если говорить о тех целых, которые возникают в случае живых существ, то вот такая гипотеза предполагается, что степень целостности живых систем, ну, несоизмеримо выше, чем целостность даже самых сильных неорганических систем. И в первую очередь это как раз связано с феноменом внутреннего мира. А вот тут мы уже подходим к антологии внутреннего мира, к ответу на вопрос не как устроен внутренний мир, а что такое внутренний мир. Ну, это вот отдельная тема. Мы ее тоже, наверное, будем постоянно затрагивать в наших разговорах. Вот пока я просто хочу отметить, что одна из таких постоянных характеристик, которые отмечают все исследователи внутреннего мира, это психологи, философы, ну, вообще гуманитарии, да, это огромная когерентность внутреннего мира. То есть вот квантовые механики, квантовая физика, есть понятие когерентности, да, запутанности состояния, когда, в общем, два состояния, которые, например, два электрона, которые кажутся материально совершенно разными объектами, описываются одной пси-функцией, так что изменение параметров наблюдаемых одного объекта мгновенно сказывается на изменении наблюдаемых другого объекта, и они оказываются, по сути, двумя сторонами одного и того же, хотя могут находиться на больших расстояниях друг от друга, ну, вот это перенос изменения происходит практически мгновенно. Вот это называется когерентностью, когерентными состояниями, квантовой когерентностью и так далее. Так вот, внутренний мир как раз обладает огромной когерентностью, то есть все состояния внутреннего мира, которые находятся в нем, они проникают друг к другу, так что если вы затронете одно, то мгновенно взаимодействие распространится по всем другим состояниям, вот, и в этом плане вот это одна из существенных характеристик внутреннего мира. Конечно, когерентность есть в неорганическом мире, но она все-таки гораздо слабее, хотя бы уже из тех выводов, которые делает квантовая механика, потому что когерентность, в общем-то, в основном она проявляется на микроуровне, удержать ее на больших расстояниях очень тяжело, происходит декогеренция, процесс декогерентности, потому что квантовая система постоянно взаимодействует с макрообъектами и происходит разрушение, редукция псифункции, суперпозиции псифункции, да, и вот эта изначальная запутанность состояния, она очень быстро сходит на нет. И более-менее она сильна только вот на микромасштабах, при микроэнергиях там и так далее. Вот, поэтому держать в неорганическом мире когерентность очень тяжело, и там ее не удается держать сильно. Вот, а во внутренних мирах она на макромасштабах держится очень сильно. Не только даже внутри одного внутреннего мира, но и между разными внутренними мирами. Сейчас даже есть такие направления, которые пытаются применить идеи квантовой теории к описанию феномена сознания. Это так называемые квантовые теории сознания. Вот. Так что это вот один из важных признаков внутреннего мира. Ну и второй, который можно отметить, это то, что это именно мир. Вот. Мы же не зря его называем мир, потому что в конце концов все, то, что мы представляем, переломляется сквозь наш внутренний мир. И даже то, что мы называем внешним миром, на самом деле это картинка, которая существует в нашем внутреннем мире. Это значит, что внутренний мир способен строить мир структуры, мировые структуры, например, образ внешнего мира. Ну, конечно, он может это делать в уже очень развитых субъектах, которые обладают не просто сознанием, еще и мышлением, рефлексией. Вот. Но все равно, как потенциал этого содержится в любых внутренних мирах, даже очень слабых. Это говорит о том, что внутренние миры это именно мироподобные системы. Это либо потенциальные, либо актуальные миры. То есть сущности, подобные внешним мирам, обладающие своим пространством, временем, материи, сущими законами. Вот. И плюс этой огромной когерентностью. Вот если соединить вот эти вот два важных параметра, такую вот мощную когерентность и мироподобие, то мы получаем уже две существенные характеристики внутреннего мира. То есть внутренний мир – это высококогерентная мироподобная система. А вот что является элементом внутреннего мира? Потому что когерентность – это сплотанность каких-то элементов. Что является элементами? Какие-то идеи? Ну, обычно выделяют три категории состояния внутреннего мира. Это чувственные элементы, это элементы представления, которые потом развиваются в мышлении и смыслы. И это элементы желания. Первые два – это скалярные такие состояния внутреннего мира. А вот желания – это такие векторные состояния, которые направлены всегда к чему-то. Хотя есть школа, философская школа, которая считает, что все состояния внутреннего мира, они векторные. Это называется интенциональность. Это как раз феноменология, основанная Эднандом Гусселем, Брентана, немецкими философами. Они полагали, что все состояния внутреннего мира являются векторными, направленными. Но кто-то считает, что не совсем так. Но обычно вот эти три категории – чувство, мысль, воля. Три базовых категории, три базовых типа состояния внутреннего мира. Они, в общем, составляют основу внутренних вот этих разночных состояний в разной степени развитости. У разных живых организмов внутренние миры могут быть более-менее развитыми. Конечно, мысль – это уже очень развитое состояние. Поэтому надо у менее развитых живых существ искать предшественники мысли. Обычно это называется представление. Это либо ощущение, либо восприятие, либо уже собственное представление. Это уже психологические типологии. Но они принадлежат одной категории. Представление, мышление – это, в принципе, одна и та же категория, которая просто все более и более развивается. Чувства – это уже другая категория. Это переживания. Например, радость, горе, надежда, страх и желание, желание, стремление достижения каких-то целей, реализация этих целей – это третья категория. Вот эти три основных типа состояния принадлежат внутреннему миру. Хорошо. И тогда… Спасибо. Еще последний вопрос насчет антологий. Все-таки есть какая-то между ними иерархия? Если наука… Антология науки, есть антология культуры. Можно ли сказать, что антология науки, она входит в антологию культуры или за два мира как-нибудь? Ну, обычно, да, так и понимаю, выделяя понятие формы культуры. То есть культура – это как бы целостность на всех своих формах, а наука – одна из форм культуры. Наряду с искусством, религией, политикой и так далее, и так далее. Так что обычно, да, такую вот мереологическую схему и предполагают – целое и части. Культуру рассматривают как целое, это как бы максимальная такая субъектная антология людей, да, как разумных существ. А наука – это одна из подонтологий, один из подмиров этой субъектной антологии. Ну вот, а можно ли сказать, например, что есть еще антология общества, там, у него есть культура, а есть, например, бессознательное, как он говорил, фейт-кипы общества, которое вроде бы выражают, или это тоже культура? Ну да, культуру обычно рассматривают так очень многомерно, многоуровнево, в том числе и разного рода бессознательные конструкции относят, конечно, к культуре. Например, Юнг ввел понятие коллективного, бессознательного, разного рода архетипических структур, которые активно влияют на поведение человека, на культуру. Или, например, немецкий философ Освальд Шпенглер, он разрабатывал так называемую морфологию культуры, предполагая, что есть множество таких крупных культур, в основе каждой из них лежит свой архетип или первосимвол. Он тоже бессознательный, глубоко бессознательный, он работает и проявляет себя во всех основных формах культуры. И, например, если мы берем западноевропейскую культуру, то та математика, которая используется западноевропейцами, она, например, обладает глубинным родством с той музыкой, которую используют западноевропейские композиторы. И сквозь и то, и другое одинаково проявляет себя просимвол или архетип вот этой западноевропейской или, как Шпенглер еще называл ее, фаустовской культуры. И главная задача философа состоит в том, чтобы расшифровать этот просимвол. Если вы его расшифруете, вы получите ключ ко всем формам данной культуры. Это одна из задач, которая стояла перед собой Шпенглер, и вот его работа «Закат Европы» как раз посвящена морфологии культуры, расшифровке просимволов, и в частности западноевропейского просимвола. Он считал, что этот просимвол он такой вот выражается в формах такой бесконечности. Это бесконечное пространство, уходящее вшире, бесконечное время, бесконечное число, которое вот ряд натуральных чисел это такой архетип, фаустовский архетип. А возможно и другие типы числа, например, которые выражают другие архетипы в других культурах. И поэтому те науки, которые мы строим даже в других странах, чем европейские страны. Но будучи подверженными влиянию фаустовской культуры, мы тоже будем их строить, например, как фаустовскую биологию, фаустовскую медицину, фаустовскую психологию. А восточные иллюзии, например, китайцы будут кроме заимствований из Запада еще и сохранять и развивать свою китайскую медицину, китайскую биологию и так далее. Вот я на самом деле еще один вопрос к расстоянию. Да, да, пожалуйста. Вы не смущайтесь. Если вопросы возникают, пожалуйста, ради бога. Да, да. Вот я хотел еще попросить вас привести пример объективного, субъектного, потому что я так и не понял, да, как может быть объективным нечто, что вот к субъектам относится. Да, да. Вот это вот как раз самый главный камень преткновения классической научной рациональности, которая отождествляет объективное с объектным, и поэтому субъектное автоматически становится субъективным. Ну, речь идет о том, что существуют универсальные законы любых субъектов или каких-то классов субъектов. То есть, точно так же, как, например, есть законы физики, которые, допустим, охватывают не все материальные тела, а охватывают, например, там, веществом, а есть законы, которые охватывают поля, там, или только электромагнитное поле, или только гравитационное поле. Вот так же и в случае субъектности есть универсальные законы любых видов субъектов, а есть универсальные законы каких-то классов субъектов. Ну, вот я вам приведу пример моего открытия универсального закона любых видов субъектов, который я часто популяризирую в своих выступлениях. Значит, я считаю, что для субъекта, любого субъекта, в любых мирах с любыми телами, характерна такая важнейшая функция, как оценка. Любой субъект сразу же оценивает окружающий мир, который он воспринимает своими органами чувств, как плохое, хорошее, нейтральное, вот, и в зависимости от этого строит свое поведение. Стремится к хорошему, убегает от плохого, безразличен к нейтральному. И вот возникает вопрос, а что такое плохое и хорошее? Значит, я вот здесь предложил такую гипотезу, что оценка это вид субъектного измерения, когда субъект меряет собой бытие, ну, чем собой. То есть, предполагается, что субъект обладает внутренним миром, и во внутреннем мире есть некоторый инвариант, который, как бы, интегрирует все проявления активности состояния данного субъекта в этом внутреннем мире. Этот этот инвариант я предложил называть самость. Ну, это такой достаточно распространенный вообще перенятый термин в психологии, особенно вот этой юнгианской линии, идущей от Карла Юнга, который тоже использует понятие самость, self, как высшее я, которое максимально интегрирует все психологические функции субъекта. Вот, и вот субъект меряет бытие своей самостью и выясняет, сколько его самости в том или ином состоянии бытия. И возникает мера, которая и представляет, сколько этой самости в том или ином состоянии. Эту меру я предложил назвать степень себя субъекта, degree of itself, то есть степень себя, да. поэтому как только какой-либо любой субъект попадает в какую-то антологию, он тут же померяет все, что он воспринимает органами чувств, тут же, так сказать, навешивает вот эти переживательные числа и возникнет поле, поле степеней себя, так же, как температурное поле, там, я не знаю, поле давления, там, скалярное поле, да. А со скалярным полем всегда связаны векторные поля. Если это гладкое скалярное поле, там возникает вектор градиента, который направлен в сторону скорейшего роста, в данном случае степеней себя. Этот вектор градиента можно рассматривать как волю, как желание, которое направлено в сторону роста вот этих степеней себя. И в этом случае тогда любой субъект всегда делает одно и то же. Он так меняет, пытается изменить ситуации активностями своих органов действия, чтобы повысить степени себя или предотвратить их падение. Вот это универсальный закон любой формы жизни, который, ну так скромно я назвал закон субъектности. Не субъективности, а субъектности, потому что он объективный. А субъективность и индивидуальность она уже как бы проистекает из того, какие степени себя у этого субъекта. Там, где у одного растет, у другого падает или остается неизменным. Какие тела, в каких мирах, какие органы чувств. Это уже виды субъектов, которые воплощаются в тех или иных антологиях. Но изнутри себя все субъекты всегда делают одно и то же. Они пытаются повышать степень себя или предотвращать их падение. Вот, например, сейчас вы находитесь в нашей лекции. Почему? Потому что вам нужно защитить кандидатскую диссертацию. Чтобы защитить кандидатскую диссертацию, вам нужно сдать кандидатские экзамены. В частности, для этих экзаменов есть экзамен по истории и философии и науки. Чтобы его сдать, вам нужно написать реферат, и вам нужно прослушать курс и получить добро на допуск к экзамену. Поэтому, когда субъект пытается достичь какой-то цели, то есть повысить свои степени себя, потому что цель это положение дел, ситуация, где степень себя достигает максимума. в данном контексте не вообще максимума, а в данном подсубъекте, который стремится к этой цели. И для этого субъект ищет средства, чтобы достичь этой цели. В данном случае посещение лекций, освоение материала нашего курса это средства для сдачи кандидатского экзамена и защиты кандидатской диссертации. А это повышает вашу степень себя. То есть на протяжении этого будут расти ваши степени себя, и когда вы защитите диссертацию, вы испытаете экстаз от этого, от достигнутого в течение нескольких лет. И этот подсубъект, который работал на эту цель, он инактивируется. Но это не значит, что исчезнет ваша активность. Исчезнет только та активность, которая была связана с достижением этой цели. И тогда на его смену придут новые подсубъекты, которые будут ставить новые цели со своими полями степеней себя и будут искать свои средства для достижения этих целей. Вот такая антология. Очень простая, всем нам очень понятная антология, которую нет никакого труда математизировать, поскольку теория поля прекрасно разработанный математический аппарат в современной математической физике. Бери просто готовые все конструкции, все градиенты, все роторы, скалярные, векторные поля, просто присоединяй к этим конструкциям и автоматически получишь хорошую теорию. Но это надо еще уметь измерять самость, потому что я так понимаю, для каждого человека это будет что-то свое, и это некий идеал, которым я вижу себя, к которому стремлюсь. Нет, эта проблема тоже вполне хорошо решаема. Во-первых, психологи уже наработали огромное количество тестов, которые позволяют вводить уже шкалы и измерять на этих шкалах. Эти шкалы не всегда являются шкалами интервалов и уж тем более отношений. Это могут быть по крайней мере порядковые шкалы. Здесь, конечно, не удастся ввести градиенты и продифференцировать такие поля. Можно ввести как в теории вычисления, где мы заменяем дифференциальные структуры разностными структурами, конечными разностями заменяем дифференциалы и на этой основе строим аналоги производных дифференциальных структур. Так же можно поступить и здесь. С одной стороны. А с другой стороны не то, что мы эти числа как бы или эти баллы, которые мы выставляем в реальности, мы их прям как бы осознаем. Мы их переживаем в первую очередь как степени себя хорошего, плохого. И это можно диагностировать. И плюс с этим связано поведение. То есть то, что маркируется повышением степени себя, с этим связано достигающее целестремительное поведение. Там, где степень себя, там поведение достигающее или агрессивное какое-то поведение. Тоже разные стратегии возможны. Поэтому мы прекрасно в этом ориентируемся. Когда мы познаем других людей, мы же то же самое делаем. А в педагогике и экономике степени себя уже квантифицированы. Потому что в педагогике, когда мы ставим оценки, мы меряем степени себя. В данном случае, в степени себя выступает степень соответствия эталону, который находится в сознании учителя, он сравнивает ответ ученика с эталоном, определяет степень соответствия этому эталону и выставляет. Тут, конечно, много субъективных вещей, это понятно, но возможны и более-менее объективные процедуры. Например, составление комиссии, когда оценка выставляет не один, а несколько человек, использование каких-то методов дополнительных оценки. В принципе, эти субъектные измерения, их можно вполне делать все более и более достоверными. И в экономике то же самое. Деньги это не что иное, как экономические степени себя, стоимость, а стоимость это вид ценности, а ценность это вообще то, что повышает степень себя, благодаря чему растут степени себя. Поэтому мир культуры это мир ценностей, это мир степеней себя, вот вы заходите в какой-нибудь торговый центр, и там лежит огромное количество операторов повышения степени себя. И каждый выбирает свои операторы, воздействуя которыми на свою антологию, он повышает степень себя. У одних одни операторы, женщины бегут туда, где там находится что-то по хозяйству, с косметикой связанное, мужчины бегут туда, где там что-то с машиной, с хозяйством, ну, с таким, с молотками плоскогубцами и так далее. У каждого свои антологии, свои степени себя. Вот, но они всегда есть. И, в принципе, вполне с ними можно хорошо работать. Так что, конечно, здесь будут нечеткие величины, но уже есть теория нечетких множеств, которая позволяет работать с нечеткими числами. Здесь будут вероятностные структуры, но есть теория вероятности, есть статистика, которая позволяет уже работать со случайными величинами. То есть, это все вполне преодолимо. Проблема в другом. Проблема именно в мировоззрении. То, что наше мировоззрение расколото, и вот в нас, в темяшина, вот эта классическая рациональность, которая утверждает, что все, что относится к внутреннему миру, это ненаучно. Все, что субъектно, это субъективно. А все, что можно мерить, и по поводу чего можно строить науку, это только структуры внешнего мира. То есть, объективно, только объектные. Вот эта дихотомия, она является как бы главным препятствием. То есть, проблема не в математике, не в экспериментах, не в методах познания, не в какой-то методологии. В принципе, все уже есть, все готово. Вот. И даже есть уже разделы современной науки, которые работают с объективной субъектностью. Например, теория игр. Теория игр это уже субъектная математика, которая работает с активностями субъектов, моделирует активности субъектов, различные стратегии ценностные моделирует. И это уже сегодня достаточно мощная теория, на основе которой можно предсказывать поведение тех субъектов, выводить закономерности поведения и так далее. Так что, в принципе, осталось только приложить это все к биологии. То есть, например, строить биологию не на основе физики и химии, а на основе теории игр. И это вот будет очень интересной уже биология, где, или на основе вообще исследования операции. То есть, теория игр это раздел исследования операции. А исследование операции это еще более широкий раздел современной математики, который работает с так называемыми операциями, но это неудачное название. Под операциями на самом деле имеется в виду действия субъектов. Вот что имеется в виду под операциями. Так что, это не исследование операции, это исследование действий, деятельности. И главный вопрос, который там ставится, каковы законы построения субъектных деятельностей, субъектных действий. И главный аппарат, который там, это аппарат целевых функций. То есть, Уже достаточно давно поняли, по крайней мере, где-то, наверное, уже в первой, третьей XX века этот аппарат стал создаваться активно, поняли, что субъекты опираются на специальные функции, которые выражают степень каких-то ценностных факторов для данного субъекта. Это может быть либо выгода, которую получает субъект или субъектная структура, или, наоборот, проигрыши. И в простейшем случае это скалярная функция, которая задана на каком-то множестве состояний, и ставится задача поиска ее экстремума, то есть максимума или минимума. И субъект в этом случае стремится или убегает от этого экстремума, если этот экстремум выражает какие-то неблагоприятные факторы, или, наоборот, стремится к этому экстремуму, если он выражает благоприятные. Вот такие, такого рода функции были названы целевые функции. В них даже в названии введена уже объективная субъектность. То есть эти функции, они выражают параметры цели субъекта или антицели, то есть к чему он стремится или от чего он убегает. И таким образом они уже выражают субъектные структуры, но не субъективные. Потому что аппарат вполне себе хороший, замечательный, есть множество методов поиска критерий в оптимальности, это еще называется функцией оптимальности, функцией благополучия, в экологии, например, они называются функцией благополучия. Это единый субъектный аппарат, который вот уже является математикой ценности, субъектных ценностей и поведения субъектов, которые строятся на основе этих ценностных факторов. И вот это огромное направление сегодня называется исследование операций. И теория игр это одна из частей. То есть по сути это субъектная математика. То есть математика уже не объектных процессов, не органических, а субъектных процессов. И тут куча уже своих законов, своих принципов наработана. А это все объективные конструкции, но субъектные. Так что закон субъектности это просто как бы максимальное обобщение вот этих всех более частных стратегий, которые здесь нарабатываются, формулируются в разных каких-то частных примерах. Да, я понял. Спасибо. Ну то есть я правда тут не вижу прям противоречий между вот, скажем так, физическими принципами, принципами редукционизма. И вот потом, то есть мне кажется, это как-то все друг с другом согласуется. Это как такая настройка. Потому что вот закон самосохранения, в принципе, тоже про самость, но такую более базовую. То есть когда там бактерии убегают в неплагорятных условиях, там температура и так далее. То есть, грубо говоря, все, кто не убегали, вымерли, там, они научились убегать, чтобы выжить там. У них та же самая, ну, самосохранение, у них своя самость, они как бы вот от нее там сбегают. Но потом понятно, что к человеку это все усложняется. И вот, ну, я тут вижу такой некий плавный градиент. Не то, что противопоставлять друг другу, то есть, но я понял, что вы имели в виду просто объективную субъектность. Это, я понял, спасибо. Не-не, я ни в коем случае не противопоставляю. Я как раз в последнее время предложил такой новый термин и новое направление исследования, которое называется холоредукционизм. Холоредукционизм – это синтез холизма и редукционизма. Редукционизм работает на нижних уровнях организации системы, а холизм работает на более высоких уровнях, где возникают эмерджентные качества относительно этих нижних уровней. А в системе есть все. Есть и нижние уровни, и законы нижних уровней, и верхние уровни, и их собственные эмерджентные законы. И это все как-то скоординировано межуровневыми вертикальными связями. Поэтому в основе холоредукционизма на первом плане лежат именно вертикальные связи, межуровневые связи, связывающие между собой разные уровни организации. Если и редукционизм, и холизм работают больше горизонтально, то есть на каком-то своем уровне, то холоредукционизм усиливает вертикальную перспективу, координацию между законами разных уровней. И поэтому ни в коем случае речь не идет о том, чтобы их противопоставлять. Все верно, надо работать вместе, ребята, давайте жить дружно, хватит конфликтовать, пора объединять, создавать интегральные модели живого, где есть и своя физика, и химия, где есть и свои ценностные факторы. Это все активно взаимодействует между собой и создает такой интегральный, наиболее полный, наиболее реальный образ живой системы. Я против всех, которые начинают только одно оставлять, и с пеной у рта доказывать, что ничего другого нет, и обливать грязью всех остальных. Нет, вот я против этих. А так за дружбу. Понятно, спасибо. Спасибо вам. Да, еще, пожалуйста, вопросы. Извините, меня слышно? Да, да, слышно. Вопрос. Меня вот интересует о совокупности антологий и объективных, и субъективных антологий. Вот легко можно понять, что такое субъективная антология в совокупности антологий. А вот в качестве объективных антологий, вот как пример, приводится классическая наука до 20 века. Но можно ли называть классическую науку объективной антологией, если до развития теоретических методов познания использовались эмпирические методы познания, и получается это своего рода эмпирическая картина мира, то есть субъективная, как совокупность эмпирических мнений ряда субъектов. Получается, что существуют ли сейчас какие-либо объективные антологии, помимо классической науки? Да, спасибо. Ну вот заметьте, вы опять путаете объектные с объективным, и субъектные с субъективными. Может быть. Вот вы называете субъектные антологии субъективными, а объектные антологии объективными. Они все объективны, достаточно и объектные, и субъектные. Ну вот вопрос в другом, что в объектных выброшено все, что относится к внутренним мирам субъектов, или если оно и оставлено, то оставлено как что-то несущественное, эпифеноменальное, случайное, без чего обойтись можно, если его выбросить, ничего принципиально в этой антологии не изменится. То есть, например, если уничтожить все живое во всем космосе, то согласно объектным антологиям, космос принципиально не изменится. То есть, вот как он был, вот этот тупой, огромный, там страшный, жуткий, вот так он и будет себе слепо дальше существовать. А вот если мы имеем дело с образом такой Вселенной, что если там уничтожить всю жизнь, то там и уничтожится и сама Вселенная, по сути дела, да, потому что жизнь укоренена как бы в самом бытии. То есть, это не просто случайная какая-то плесень на поверхности каких-то отдельных планет, да, а это какой-то очень мощный антологический феномен, который уходит корнями в само бытии. И бытие, если его вырвать с корнями из бытия, то и само бытие разрушится и уничтожится, да. Вот тогда это субъектная антология. Вот в чем принципиальное различие между ними. Вот, а то, что касается, что классические ньютоновские антологии, ну, когда говорят о ньютоновской парадигме, где-то с 17-го до конца, 19-го, начала 20-го века, что они были субъективны, потому что были чисто эмпирическими, но я бы тут с вами не согласился, потому что Ньютон предложил огромную теоретическую систему. Пожалуй, впервые такого масштаба, чего не наблюдалось никогда раньше, именно как научная картина мира. То есть отличие ньютоновской механики от тех предыдущих научных конструкций, которые были до Ньютона, состоит в том, что эта механика, она стала не просто новой теорией, она стала ядром новой парадигмы. А парадигма – это как бы целое мировоззрение, целая картина мира, которая возникает вокруг этого ядра. Вот это именно называют такой классической научной рациональностью, классической наукой. И это была объектная антология, объектная, потому что это был мертвый космос, где тихо шуршали атомы в пустоте, они соединялись, разъединялись по законам всемирного закона тяготения и плюс три закона Ньютона. И то, что называется жизнью, это просто сумма атомов, которая соединилась в определенном порядке, просуществала какое-то время и потом опять разошлась. То есть это некоторый эпифеномен, как узор на воде, который возник и потом исчез. А по большому счету есть только атомы и пустота, и те законы, которые в бесконечном пустом пространстве, в бесконечном времени управляют движениями этих мельчайших материальных частиц, где действуют две базовые силы притяжения и отталкивания. Ну вот в этом плане… Но можно ли говорить, что эта база была основана на эмпирических наблюдениях? Несомненно, конечно, конечно. Вспомните Коперника, который… Вспомните Кеплера. Коперник предложил гелиоцентрическую систему мира. Кеплер уточнил, что планеты вращаются не по круговым, а по эллиптическим орбитам вокруг Солнца. Вспомните Галилея, который сформулировал, по сути, первый закон Ньютона, закон инерции, и опираясь вот на эту уже эмпирическую мощную базу, вот Ньютон делает свое обобщение и формулирует свои законы. Конечно, несомненно. Но все эти законы, можно сказать, извините, опять если путаюсь, заодно хочу понять больше, холистического принципа, то есть четко разделяется живое и неживое, и допускается то, что живое может быть вышлено из системы, и при этом не изменятся базовые законы, так сказать, Вселенной. Ну, поэтому живое принципиально не отличается от неживого, как раз вот в этой системе. Потому что живое, тут вообще все механистично, это не просто редукционизм, это механицизм, потому что основой этой картины мира является не просто физика, а механика, Ньютонова механика, и все пытаются свести именно к механике. Такая версия редукционизма называется механицизм, и живое – это не исключение. То есть живые организмы тоже рассматриваются как механические системы, где любой объект моделируется как множество материальных точек, и разного рода какие-то, значит, вот в этом шестимерном конфигурационном или фазовом пространстве, если одна точка, то это три координаты положения точки и три координаты скорости, импульса точки, шесть координат для одной точки, если мы имеем n точек, то шесть умножить на n степени свободы, такое фазовое пространство, это является базовое пространство состояния, сквозь которое моделируются все процессы в этой системе, в том числе и живое. То есть тут даже химии нет, тут даже, уж тем более там полей нет, здесь концепция дальнодействия только действует, еще близко действия не возникло, как в XIX веке с открытием электромагнитного поля. Поэтому здесь никакой жизни нет, как чего-то, что качественно отличается от неживого. Жизнь рассматривается просто как горстка атомов, которая определенным образом временно организована. Там действуют те же самые универсальные законы механики, что и по отношению к другим горсткам атомов. Ну, туда они как-то действуют немножко по-другому, чем для других горсток. Но принципиально в универсальных законах никаких отличий нет. Эмержентность в другом. Эмержентность в самих законах. Потому что любая теория, она эмержентна относительно эмпирических методов познания. Сколько бы фактов вы не собрали, любое количество фактов недостаточно для того, чтобы сформулировать закон. Между фактами и законом скачок как между конечным и бесконечным. Потому что любой закон универсален. А любое количество фактов, которые можно набрать в эксперименте, это всегда просто конечное число частных случаев. А универсальное – это бесконечное. То, что относится к бесконечному числу частных случаев. Поэтому здесь всегда скачок. Нельзя перейти никогда непрерывно от фактов к законам. Если бы так можно было сделать, то трудности в открытии законов бы никогда не было. Любой, кто набрал бы факты, автоматически получал бы формулировку законов. А на самом деле только единицы способны открывать законы. Подавляющее большинство ученых смотрят на те же самые факты, что и открыватель законов, и никаких законов не видят. Поэтому необязательно эмерджентность связана с феноменом жизни. Эмерджентность вообще связана с уровнями. А уровни бытия могут быть какие угодно, в том числе и уровни познания. Вот эмпирический уровень познания – это ниже лежащий уровень, теоретический уровень – это вышележащий. И они примерно так же относятся между собой, как живое к неживому. То есть теоретический уровень, чтобы на него перейти, нужно совершить качественный скачок, сформулировать собственные принципы, законы, которые нельзя свести просто к набору фактов. Вот эта эмерджентность Ньютоновой теории была. И она была огромна. Потому что сформулировали не просто частные законы, а универсальные законы, которые впервые позволили построить целую научную картину мира. А вот то, что касается феномена жизни, никакой эмерджентности не было. То есть гносеологическая эмерджентность была, а онтологическая, связанная с живым, не было. Этой эмерджентности не было. Так что надо развести эти две эмерджентности. Тогда все станет позже. Что, если те законы, которые сейчас считаются универсальными и базовыми, на самом деле являются эмерджентными? Ну, то есть для... То есть они являются законами более высших систем? Да, да, конечно. Потому что мы не узнаем более низкие уровни. Да, конечно. Вот сейчас, например, физики активно используют понятие симметрии. И все физики, которые занимаются теорией элементарных частиц, они ищут фундаментальные симметрии, которые позволили бы классифицировать все элементарные частицы. Вот понятие симметрии и инвариантности – это еще более фундаментальный уровень, чем универсальные законы. То есть универсальные законы, они дают какие-то частные симметрии, а от них поднимаются к еще более фундаментальным симметриям, который интегрируется вот в этих. Так что тут наука делает еще. И, по-видимому, тоже здесь конца и края не видно. Развитие будет происходить в сторону все более универсальных обобщений. То есть можно ли сказать, что не существует такого течения, как чисто редукционизм, потому что он может вмещать в себя холизм в том числе? Ну, понятие холизма и редукционизма относительно. То есть они связаны с тем, какую иерархию уровней мы фиксируем. Если мы зафиксировали гносеологическую иерархию уровней, например, эмпирическое познание, теоретическое познание, внутритеоретическое познание под уровни универсальных законов, фундаментальных симметрий, то здесь мы получаем свои виды редукционизма и холизма. Например, гносеологический редукционизм – это эмпиризм, который отрицает фундаментальную роль универсальных законов и считает, что все можно свести только к отдельным частным фактам. А гносиологический холизм – это рационализм, который говорит, что невозможно в науке все объяснить только совокупностью частных фактов, нужны универсальные обобщающие законы, которые интегрируют эти факты, сжимают их в какие-то отдельные суждения и позволяют сразу мгновенно охватить в одной схеме бесконечное число частных ситуаций. А вот если мы переходим к антологии и, например, начинаем рассматривать феномен жизни, то здесь своя иерархия – физические атомы, химические молекулы и процессы между ними, затем биологические объекты пошли как более крупные, вот свои пошли уровни. И тут будет антологический редукционизм или холизм. Так вот, например, антологический редукционизм по отношению к феномену жизни может быть гносиологическим холизмом и является таковым. Потому что современный редукционизм, он же, конечно, опирается и на механику Ньютона, и на квантовую теорию, и на синергетику, то есть на множество теорий относительности, на множество универсальных физических теорий, которые с точки зрения гносиологии являются все выражением более высоких уровней организации научного знания. Поэтому они, будучи гносиологическими холистами, оказываются антологическими редукционистами. И поэтому здесь нет противоречия. Это просто разные планы, разные направления. Хотелось бы теперь, чтобы они, будучи гносиологическими холистами, стали еще и антологическими холистами. И, кстати, один из аргументов, который может их призвать к этому, это обращение как раз к их методам познания. Посмотрите, товарищи редукционисты, да вы же в самих средствах своего познания активно используете холизм. Когда говорите о важности универсальных законов, фундаментальных симметрий, невозможности их сведения только к совокупности фактов, к эмпирическим методам познания, здесь вы выступаете как настоящие холисты. Так почему же и в антологии не может использоваться холизм? Давайте уж быть последовательными, и там тоже будем опираться на теорию уровня. Кстати, хороший аргумент. Да, пожалуйста, еще вопросы. То есть нельзя с уверенностью сказать, является ли антология науки объективной или субъективной, объектной или объектной, опять-таки, из-за противоречия между холизмом и редукционизмом, как в общем, так и в частном? Нет, надо просто конкретно смотреть, какую иерархию мы имеем в виду, какие уровни, в какой области и какую именно позицию занимает тот или иной исследователь или научная школа по отношению ко всем этим иерархиям. Если говорить о глобальной науке, о антологии глобальной науки, как о части глобальной культуры человечества, то нельзя уверенно говорить на современном этапе, она объективная или субъективная? Да, конечно, в любом научном познании, на любом этапе развития будут элементы объективности и субъективности. Это уже гносиологическая проблема. То есть, допустим, например, в истории медицины в средние века считалось, что кровопускание, постановка клизм, прижигание кипящим маслом – это самые эффективные методы лечения. Сейчас мы считаем это средневековым мракобесием. Но кто даст гарантию, что через 100-200 лет на современную медицину не посмотрят тоже как на вид мракобесия, да, и там не возникнут какие-то свои… Это мы в свое время, вот в конце нашего курса будем изучать разные направления философии и науки, и в частности будем касаться философии и науки американского философа Томаса Куна, который как раз использовал понятие парадигма. Вот, а парадигма – это вот такая вот глобальная концепция, картина мира, в основе которой лежат одна или несколько фундаментальных теорий вместе со своей методологией, системой ценностей. Вот, и Кун, одна из самых ярких таких сторон его учения, он говорит, что ученые являются рациональными только внутри парадигмы. А когда они принимают какую-то парадигму и расширяют ее, совершенствуют ее внутри ее границ. То, что касается всех внешних конструкций по отношению к парадигме, здесь ученые как бы выключают свой научный разум и начинают оценивать это все крайне иррационально. То есть те контрпримеры, которые не принадлежат парадигме, а являются внешними по отношению к парадигме, вот это одно из самых интересных и оригинальных как раз положений философии и науки Куна, они рационально не воспринимаются учеными, сторонниками этой парадигмы. В этом плане надо различать два вида контрпримеров, внутренний и внешний, по отношению к парадигме. Ученые, он их еще называет нормальные ученые, воспринимают в качестве контрпримеров, контрпримеров рационально воспринимают, ценят это, как бы изменяют свои представления только по отношению к внутренним контрпримерам, так называемым аномалиям. А вот по отношению к внешним контрпримерам они абсолютно глухи, слепы и сделают все, чтобы не принять, чтобы, так сказать, представить эти контрпримеры как на самом деле абсурд, не имеющие отношения к науке, вообще к науке, не к их парадигме, а вообще к науке, да, и поэтому никогда не воспринимают внешние контрпримеры всерьез. Вот это, мне кажется, очень глубоко интересное как раз наблюдение. Сам Кун был историк науки, который изучал и исторический материал, и как раз на этой основе вот пришел к этому заключению. Это, по сути, говорит о том, что научный разум до сих пор является ограниченным. Он ограничен границами парадигмы. Только внутри парадигмы он научный, а за границами он уже, как бы, такой же религиозный фанатизм, как у людей приверженцы в той или иной религии. Вот. И в этом плане науку всегда будет сопровождать. До тех пор, пока научный разум будет такой, как бы вот принимать только парадигмальные структуры и только внутренние контрпримеры, до тех пор в науке будет сохраняться субъективное и объективное. Объективное внутри парадигмы, в той степени, в которой она обоснована, а субъективное как непринятие внешних контрпримеров и абсолютизация существующих парадигм. Потом, рано или поздно, оказывается, что, если не все, то хотя бы часть этих внешних контрпримеров оказывалась интересной, глубокой и, например, могла ложиться в основании следующей научной парадигмы, которая приходила на смену предыдущим парадигмам. Так что в этом плане мы всегда имеем дело с психологией. Ученые – это такие же люди, как и все остальные. У них есть и свои достоинства, и свои недостатки. И они стремятся, в лучшем случае, достичь эталонного знания и эталонных процедур обоснования, доказательства. Но поскольку мы относительные субъекты, которые всегда ограничены какими-то ресурсами – социальными, политическими, психологическими, физическими, финансовыми и так далее, и так далее. Поэтому мы не можем никогда обеспечить абсолютную истину. Можем только обеспечивать, держать какие-то степени приближения к ней. Но и это может требовать, в общем, больших усилий, на которые далеко не всегда все ученые готовы. Так что реальная наука – это штука сложная. То ученые меряют контрпримеры для какой-то теории, некой внутренней самости. Да. Да. Вот хорошо, что вы связали эти темы, да, субъектных антологий, степеней себя, закон о субъектности и вот этой парадигмальной модели. То есть когда ученый принимает парадигму, он принимает эталоны, которые связаны с этой парадигмой. А на внешних контрпримерах она дает нулевые значения степеней себя, нулевые степени соответствия этим эталонам. И в этом плане он отвергает их как ненаучные, на самом деле отвергая только соответствие данным эталонам, которые принимаются в этой парадигме. Совершенно верно. То есть здесь свои субъектные антологии, ценностные структуры, которые завязаны на вот… Вот для возникновения внутреннего мира. Достаточно ли наличия реактивной и рецептивной системы? Ну, смотря какие смыслы вы будете вкладывать в понятие реактивной и рецептивной системы. Понимаете, очень многие конструкции, которые даже используют сегодня современные редукционисты в биологии, в медицине, они уже нагружены все-таки субъектными структурами. Явно или неявно. Вот когда, допустим, мы говорим о рецепции, восприятии, то мы же, по сути, не просто здесь предполагаем какие-то чисто физические процессы, протекающие в мозгу, но и элемент всегда примысливаем, элемент переживания, ощущений, восприятий, которые связаны у нас с этими мозговыми процессами. Вот. И то же самое и в других. Реакция. То есть, когда идет реакция на какую-то рецепцию, то опять эту реакцию можно мыслить более объектно и более субъектно. Или более интегрально. Объект-субъектно. Можно эту реакцию просто чисто рефлексивно, на основе там павловских структур, условных и безусловных рефлексий построить. А можно на основе, допустим, представителей там других психологических школ, более гуманитарных, не таких бихевиористских, вот, примешивая уже элементы переживания суда, элементы желания, стремления и реализации этого желания, этого стремления в какой-то внешней активности. А это уже будут элементы субъектно-структуры. Поэтому обычно даже жесткие редукционисты, когда используют свои редукционистские структуры в биологии, они всегда примешивают сюда субъектное бессознательное. И в этом плане можно даже говорить о таком сильном слое биологического бессознательного. И точно так же, как в психоанализе предполагается метод, как бы проявление бессознательного в разного рода приемах методов психоанализа. Вот так же можно ввести понятие биоанализ. Биоанализ – это проявление биологического бессознательного, где биологи всегда подмысливают субъектные структуры. Если абсолютно убрать эти субъектные структуры, ну там получаются страшно жесткие структуры, страшно жесткие такие конструкции, которые, я думаю, и сами биологи в такой обнаженности как бы с некоторой и не примут. А благодаря работе биологического бессознательного всегда все смягчается. И эти останки облекаются некоторой плотью такой живости, субъектных конструкций, которые всегда подмешиваются. Особенно это хорошо видно в научно-популярной литературе, когда биологи-редукционисты те же самые начинают популяризировать, допустим, модели в иммунологии, да, вот когда иммунитет защищает организм, да, защита, борьба, когда разного рода антигенные структуры воспринимаются как враги организма, да, тут же явно идет такая ценностная конструкция плохого, хорошего, защиты, опасности, преодоления. А это все субъектные конструкции, которые предполагают структуры ценностей, степеней себя, структуры внутреннего мира. Вот. И они вылезают в научно-популярной литературе, они все вылезают наружу. Поэтому как бы вот очень хорошо посмотреть, какие там биологические бессознательные структуры утехальных биологов или медиков, особенно вот на примере их научпопа. Вот. Так что все равно даже жесткие редукционисты не могут полностью убрать эти субъектные конструкции, а просто загоняют их бессознательно. Так, ну, пожалуйста, еще вопросы. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, так как вот человек, значит, в состоянии воспринять лишь интерпретацию внешнего, так сказать, объективного мира с помощью своих органов чувств, можем ли мы представить такое существо, которое бы могло видеть и воспринимать мир вот таким, какой он есть? Ну, такой интересный вопрос. Ну, я могу предполагать, что мы можем предположить существо, которое более сильно воспринимает мир. То есть, например, оно воспринимает в качестве ощущения и восприятия то, что мы можем только помыслить. То есть, например, оно может видеть законы. Оно может видеть законы, например, какие-то хитрые узоры, но оно может непосредственно их воспринимать. То если нам для закона, в открытии законов, нужно сначала собирать факты, потом мучительно обобщать их, мы не можем их воспринять непосредственно, то это существо, возможно, могло бы непосредственно воспринимать законы. И в этом плане оно бы обладало более сильной и познавательной способностью, чем мы. Но может ли существовать такое существо, которое абсолютно воспринимает объект, вычерпывая его до конца? Вот. Это, конечно, проблема уже Господа Бога или Абсолюта, абсолютного сознания, мирового разума, абсолютного разума. Это мы уже как бы поднимаемся вот к этим вершинам метафизики. И тут все зависит от того, как мы решим проблему абсолютного, вот этого высшего бытия. Вот. У меня есть свои варианты решения этой темы. Так, если вкратце говорить, то я полагаю, что как бы абсолютное бытие, оно присутствует как некоторый фон, на котором дается все остальное. Но тот мир, в котором мы существуем, и то бытие, частью которого являемся мы, это как бы то, что нарисовано на этом фоне. Вот. И в этом смысле есть как бы два вида бытия. Фон бытия и на фоне бытия. Так вот, мы существуем в мире на фоне бытия. Но на фоне бытия может появиться только благодаря фону. Нарисовать можно только на фоне. Но в то же время на фоне можно нарисовать что угодно. А в самом фоне есть как бы некоторая имплицитная структура, которая держит бытие, дает его фундаментальную разметку. Но мы можем нарисовать на фоне то, что разрушает эту имплицитную структуру. Можем нарисовать нечто противоположное ей. Такова природа на фоне бытия. А можем нарисовать то, что будет совпадать с этой разметкой. То, что совпадает с разметкой, это добро. То, что разрушает эту разметку, это зло. Но мы можем нарисовать все, что угодно, и добро, и зло. Поэтому, да, и вот наше это на фоне бытия, оно находится в постоянном движении. В нем идет время, оно темпоральное. И оно не имеет ни начала, ни конца, оно вечно. Но в составе вот этого фона оно на самом деле является ограниченным. А изнутри себя оно бесконечно и вечно, бесконечного пространства и вечного времени. И мы погружены в это на фоне бытия. Поэтому на фоне бытия нет абсолютного, потому что нет максимального состояния. Потому что этот максимум все время увеличивается. Он никогда не фиксирован. Он все время растет, растет, растет. На смену старому максимуму приходит новый максимум, новый максимум. Поэтому здесь нет какого-то абсолютного максимума, который зафиксирован. Все находится в вечном становлении. Вот А фон бытии Там статика Там фиксация Но за счет выноса фон Поэтому я мог бы сказать так Что Бог только фон существует Но его нет в нафоне бытии И в этом плане В нафоне бытии В котором мы существуем Возможно добро и зло Возможно как развитие Так и разрушение бытия Но только конечно до определенных границ Потому что если На фоне бытия начнет слишком сильно разрушаться То исчезнет полностью А это затронет и фон бытия Вот Поэтому есть некоторый гомеостатический механизм Который позволяет лишь до определенного предела Рушить на фоне бытия А дальше уже вступает Некоторый автоматизм Который не дает Защита от дурака Который не дает дальше разрушать на фоне бытия Но Та граница Которая включает эту автоматическую защиту Она от нас очень далеко Мы находимся на микро-микро маленьких масштабах И до этой границы Там еще Вечности и бесконечности для нас Поэтому в нашем масштабе Можем сделать все что угодно Можем все поразрушать Поубивать Всех Все Создать абсолютное зло В нашем малом бытии И поэтому здесь очень многое зависит от свободы Тут нет такого автопилота И защита от дурака Как там на самых высоких уровнях Поэтому самые высокие уровни Они не свободны Потому что им надо держать всю конструкцию в целом А тут внизу у нас Полная свобода Все что хочешь сделать Но за счет маленького масштаба Что хочешь делай Но только в маленьком масштабе Чем выше масштаб Тем больше ответственность И тем больше накладывание обязательств Которые уже как бы заставляют Ну и вообще просто то сознание Которое возникает на том высоком масштабе Оно уже не обладает таким произволом И такой анархией Как это малое сознание Которое у нас Вот Поэтому На фоне бытии Нет абсолютного существа Которое бы могло бы Воспринять объект Во всей его полноте И полной исчерпанности Потому что нет фиксированного абсолютного Но всегда можно найти Такое мощное существо Что по отношению к нам Оно будет практически абсолютным То есть оно будет выступать Как относительное абсолютное Абсолютное относительно нас Относительно нашего масштаба Супермаленького масштаба В котором мы существуем Есть эта способность у фон бытия Но оно вынесено в фон В эту фоновую разметку Которому как бы Которому все привязано А у нас А у нас вот такая вот штука Ну вот такое Такое мое примерно решение Об этом абсолютном субъекте Поднимаю Спасибо большое Вот уточните пожалуйста То что Вот в теоретических структурах Есть Бесконечные структуры Да Вот числа Там Еще что-то А в эмпирических Мы можем представить Бесконечную структуру Вот То есть не представить А найти Опознать Ну если брать Чистую эмперию То она по определению Конечна То есть то Что воспринимается Органами чувств Это Либо конечное число Объектов Либо конечные области Пространства Либо конечные интервалы Времени Но в эмперии Можно найти бесконечность Потому что Нет чистой эмперии Абсолютно лишенной Теоретических конструкций Например Если вы используете Измерения То у вас там Есть какая-то шкала А шкала это уже математическая структура Которая стоит за этой шкалой Там операции сложения Умножения Отношения порядка Равенство Неравенство То есть пошли элементы структуры Пошли операции Пошли предикаты Пошла уже какая-то структура Это эмпирическая структура Но за ней всегда лежит И теоретическая Чистая структура Которая реализуется В этой эмпирической структуре Поэтому нельзя найти Абсолютно чистую эмперию Можно все ближе к ней придвигаться, все более пытаясь очищать от теоретических конструкций, но пока мы находимся вот в этом базовом состоянии сознания, этого достичь никогда невозможно. А в той мере, в какой присутствуют теоретические конструкции, там всегда есть бесконечность. Там всегда есть универсальные понятия, всегда есть какие-то идеальные конструкции, типа чисел вообще, например, операции предикатов на них и так далее. Так что вот так бы я сказал. Чистая империя всегда конечна, но чистой империи никогда нет. Всегда есть смесь империи и теоретических конструкций. А в теоретических конструкциях всегда присутствует бесконечность. Поэтому примесь бесконечности мы рано или поздно все равно хоть какой-то малый остаток найдем в любой империи, реальной империи. Да, спасибо за вопрос. Еще, пожалуйста, вопросы. Вячеслав Иванович, ранее вы сказали о том, что все отмечают огромную конгерентность внутреннего мира, в том числе между разными внутренними мирами. И, собственно, два вопроса. Можете ли вы привести пример опыта, который бы показывал подобную конгерентность между разными внутренними мирами? И второй вопрос. Можно ли утверждать, что для возникновения культуры необходимо свойство вот этой конгерентности между разными мирами? Ну, понимаете, для того, чтобы ставить опыты, нужно, чтобы возник институт субъектной науки, объективной субъектности, как социальный институт. Чтобы там были организации, чтобы они были признаны обществом, чтобы обществом официально легализирована была философия мировоззрения объективной субъектности. Вот, чтобы они получали финансирование и обладали бы экспериментальной базой, лабораториями, могли бы ставить эксперименты и получать какие-то результаты, там, подтверждающие или не подтверждающие эти гипотезы. Пока у нас нет такой ситуации, поскольку господствует парадигма редукционизма, металлогического редукционизма, где объективное равно объектное. И поэтому максимум, что мы пока имеем, это попытки отдельных ученых, которые работают в структуре официальной науки, но сами принадлежат вот этим конструкциям интегральной объективности или объективной субъектности и пытаются доказать элементы этой новой науки, используя свой статус, свои ресурсы в этой редукционистской науке. И понятно, что они это делать систематически не могут, что это все как бы разовые такие акции, которые не получают достаточной поддержки со стороны нормальных ученых, которые принимают вот эту парадигму редукционизма. И поэтому как бы максимум, что удается сделать, ну, какие-то отдельные исследования, отдельные публикации. Хорошо, если у этого ученого есть еще какой-то достаточно высокий статус. Ему удалось соединить свои исследования и свой эзопов язык, которым он обычно маскирует вот эти конструкции, да, и сохранить свой высокий статус, а потом использовать его и те ресурсы, которые ему доступны для того, чтобы ставить такие эксперименты, интерпретировать их и так далее. Ну, в качестве примера, например, можно, допустим, привести пример академика Казначеева, который был академиком сибирского отделения российской академии наука, до этого еще академии наука СССР, который как раз занимался вот этими экспериментами и получил очень интересные результаты по передаче вот таких вот сигналов, взаимодействию операторов, которые находились в разных областях пространства. У него есть книги, работы, то есть я думаю, это нетрудно сейчас набрать академик Казначеев, сейчас точно не помню его имя, отчество, вот, и посмотреть какие-то его публикации и работы. Но это вот один из редких примеров, когда человек обладал достаточно высоким статусом, был академиком, ему удалось, как бы так сказать, так представлять свои исследования и так сохраниться, чтобы не получить такую уничтожающую критику. И хотя его работы, они широко не афишировались нигде в официальной науке, но были публикации, были монографии даже, да, он использовал учения Владимира Ивановича Вернадского для маскировки, учения о биосфере и о ее переходе в ноосферу, для того, чтобы, как бы, так сказать, вот, инкорпорировать эти конструкции. Ему более-менее это удавалось, и он, как бы, сохранил свой высокий научный статус и избежал, как бы, здесь такой жесткой критики и так далее. Это достаточно редкий пример. Чаще всего, конечно, бывает так, что либо после таких публикаций происходит потеря репутации, либо происходит замалчивание, либо уничтожение этих работ, да, ну, либо то и другое и третье, а еще раньше, например, в советское время или в эпоху средних веков было еще более жесткое отношение к таким высветелям. Ну, вот, среди биологов я могу назвать имя, например, Эрвина Бауэра, который является автором работы «Теоретическая биология», она называется, где он попытался как раз построить биологию как дедуктивную систему, в основании которой лежит одна аксиома, и вывести из аксиомы все основные проявления живого. Причем он работал в очень жесткое время, в эпоху советской биологии, предвоенное время в основном, это вот 30-е годы, 40-е годы, и несмотря на это, ему удалось опубликовать эту работу, но его спас здесь, спасла крыша марксизма, потому что, как ни удивительно, марксизм – это пример холистического материализма, потому что там, в марксизме, есть учение о формах материи, где каждая последующая форма материи, их выделяется пять основных, это механическая, физическая, химическая, биологическая и социальная. И каждая последующая форма материи включает в себя предыдущую, но добавляет к ней нечто принципиально новое, чего невозможно вывести из предыдущей формы материи. Отсюда, в частности, вытекало, что биологию нельзя полностью свести к физике и химии. Есть собственные биологические законы. Это, как ни удивительно, давало определенный простор и определенную нишу для развития холистических идей в биологии, хотя, конечно, только в рамках дилектического материализма. Но дилектический материализм тоже была достаточно гибкая такая система, хотя, конечно, политическая ситуация была очень опасная. То есть любой момент могли навесить ярлык там какого-нибудь служителя буржуазии или еще там похлеще, контрреволюционера, и все. И карьера ученого шла под откос, его просто могли арестовать, расстрелять, отправить в лагеря, там все что угодно. Бауэр, кстати, был расстрелян, его дети были изъяты из семьи, они попали в детские дома, в разные детские дома, и не знали друг от друга, а другие пока не стали взрослыми людьми, и только потом, наконец, смогли узнать друг от друга. Вот это пример, как бы так сказать, гораздо более жесткого отношения к внешним контрпримерам, по отношению к парадигме. Поэтому вот рассчитывать здесь на создание такого же основательного, научного, методологического аппарата, который существует во внутри парадигмальной науке, к сожалению, не приходится. И я думаю, что проблема не в том, что это все нельзя доказать. Есть огромное число разных примеров, несмотря на это давление, примеров и открытия дальнодействия, когерентной связи между биологическими объектами, сейчас, если вы мне напомните, после занятия я вам сброшу ссылочку на журнал, который издается независимыми исследователями, работающим в области физики, химии, биологии, медицины, которые как раз работают с проблемой квантовой когерентности и дальнодействия, в том числе диабиологических объектов. Есть большое число таких исследований, публикаций, но главное, что они не аккумулируются, они не выстраиваются в систему, они не имеют поддержки социальных статусов, они не инкорпорируются в культуру, они постоянно рассматриваются как маргинальные, вот такие вот в лучшем случае образования, которые не могут полноценно развиваться. И поэтому вот каждый новый исследователь, по сути, начинается заново, потому что предшественники либо неизвестны, либо нет возможности посмотреть их результаты или как-то скоперироваться с ними, приходится опять. Вот сейчас я занимаюсь кириллиановской фотографией. Был такой замечательный советский инженер Семен Кириллиан, который создал фотографию объектов в высоковольтном высокочастотном поле с очень маленькими токами, но большим напряжением, там десятки киловольт. И оказалось, что при таком поле объекта, вокруг объекта возникает такое коронарное свечение, его можно регистрировать, фотографировать, и там может проявляться структура, которая не видна, не регистрируется обычными методами исследования объекта, обычным фотографированием, например. Очень интересный метод, в свое время у него был большой бум, его развитие. И особенно он интересен оказался для регистрации биологических объектов. И говорят, что на его основе был зарегистрирован так называемый феномен фантомного листа. Это называется phantom leaf по-английски. То есть эксперимент очень простой. То есть берется свежесорванный листок растения, обрезается какой-то его кончик, он кладется на вот эти вот электроды. Вот обычно это два электрода. Один заземлен, другой подключен к генератору высоковольтному. Между ними какой-то диэлектрик прозрачный, например, стекло или какой-то синтетический материал. Вот воздушное пространство небольшое для того, чтобы возникал этот разряд. И происходит фотографирование. Там между электродами вставляются еще фотопластинки, например. Идет фотографирование этого объекта. И на ряде фотографий вдруг виден контур листа в той части, где он физически обрезан. Это и получило название феномен фантомного листа. Это внешний контрпример по отношению к господствующей редукционистской парадигме. И вы можете замечательно посмотреть, например, сейчас в интернете, какая грязь льется на эти исследования, либо просто замалчивается. В последнее время интернет просто тупо уничтожает все такого рода факты, знания. Их уже все труднее и труднее получить в официальном интернете. Помним там в конце 90-х, в начале 2000-х огромный массив был материалов по этому поводу. Сейчас я набираю эти ключевые слова, какие-то тощие 2-3. И то спустя там пролистывание десятков страниц оригинальной публикации. А так, либо все реклама какая-то идет, либо идет огульная критика этого всего. Либо какие-то шарлатаны, которые продают какие-то приборы, которые якобы там диагностируют ауру за большие деньги и так далее. И в итоге вот все это уничтожается, замалчивается, дискредитируется. И вот так уничтожаются вот эти внешние контрпримеры. То есть они вообще не воспринимаются как научный результат. Хотя вот индийские инженеры, например, в 70-х годах построили генераторы, улучшили как бы схему, которая была предложена Семеном Кирляном, опубликовали явно эту схему в одном из индийских журналов, англоязычном. Вот мне с трудом удалось наконец получить копии этих журналов, этих статей. Там две основные статьи. Одна о технике построения генератора, а другая о результатах. И они утверждают, что они до 50% всех фотографий получали как раз, получали фантом листа. Вот сейчас я пытаюсь воспроизвести, но поскольку я не радиолюбитель хотя бы, да, приходится осваивать радиотехнику, вот, кооперироваться с замечательным человеком из Пущино, который мне помогает активно в этом. Такой уже в возрасте инженер. Благодаря нашему энтузиазму удалось построить первые приборчики. Мы пытаемся это все сейчас исследовать. Но все очень сложно. Очень сложно. Как бы техники нет, денег нет, специалистов нет. Достать источники оригинальные очень трудно. Да, вот приходится здесь как-то додумать, экспериментировать. Вот вам пример. Пример, когда техника, с точки зрения профессионалов, это вообще ерунда. Создать такого рода приборы по этим схемам, быстро провести эти все исследования, набрать статистику, посмотреть, усовершенствовать эти технологии. Но для этого надо верить. Для этого надо принять эту парадигму холистическую. А вот это уже, извините, это уже научная вера. И точно так же, как можно верить и вдохновенно все пытаться и пытаться достичь результата, несмотря на все трудности, то точно так же вдохновенно можно все это уничтожать, веря в совершенно противоположное. Поэтому вот наука, она, к сожалению, имеет вот такие вот очень ярко выраженные элементы веры. И она может как и помогать в научном познании, так и тормозить ее развитием. По опасному пути идете. Эрвин Богоер был расстрелян. Хочется верить, что академик Казначеев умер своей смертью. Да, ему удалось умереть своей смертью. Второй вопрос. Можно ли говорить, что для возникновения культуры необходима такая конгерентность между разными внутренними мирами? Несомненно, потому что культура это то, что называется коллективный субъект. То есть, по-видимому, у внутренних миров есть своя собственная материя. Я вот тоже развиваю вот эту гипотезу. Условно называю ее материя жизни. Это как бы тот субстрат, на котором держатся внутренние миры. На обычной средовой материи, я ее называю средовая материя, материя окружающей среды, они удержаться не могут. И эта материя жизни обладает своей физикой. Вот. И наверняка там очень мощные квантовые эффекты, эффекты квантовой когерентности идут. И когда... Там, наверное, есть и какие-то частотные характеристики, связанные с этой материей, и структурой, которая организована на этой материи. И когда в пространстве соединяются несколько носителей внутреннего мира, то могут возникать коллективные структуры, когерентные коллективные структуры, которые обладают уже моментом автономности. То, что можно, условно, называть коллективный субъект. У них могут возникать элементы собственного внутреннего мира, своего сознания, своей активности. Они могут быть более слабые, более механические, как бы складывающиеся, ну, как векторы. Суммарный вектор, который складывается из множества векторов, слагаемых. Вот. Так вот, активность каждого отдельного субъекта, это как бы такой малый вектор, когда они собираются вместе, например, футбольные болельщики на стадионе, рождается огромное коллективное такое сознание со своей, ну, там сознания мало, там в основном идет коллективная чувственность, часто очень агрессивная, такая очень примитивная, но рождается коллективный субъект, который часто выражается вот в феномене толпы. Это известный в социальной психологии такой феномен, что люди, попадая вот в эту группу, начинают вести себя очень отлично от своего индивидуального поведения, и причем так, что люди разных уровней, попадая туда и поддаваясь влиянию этого коллективного субъекта, ведут себя одинаково агрессивно и примитивно, независимо от того, какой уровень развития у них в индивидуальном состоянии. Вот. И, а потом, когда они оттуда выскакивают, с ужасом могут вспоминать, что они там понаделали. То есть, это явно говорит о том, что есть какие-то коллективные структуры психики, ну, если вспомнить опять того же Юнга, да, коллективное бессознательное, которое обладает эмержентным эффектом, то есть, складываясь из отдельных элементов, отдельных индивидуальных психик или их составляющих, оно может выступать как сильная сумма, которая начинает обладать новым качеством, отсутствующим у этих отдельных элементов, и потом обратно может влиять на эти элементы, воздействуя на них и, как бы, внушая им определенные какие-то формы поведения. Поэтому в этом плане живые субъекты, живые существования такие опасные. Когда они концентрируются в пространстве, они могут породить нового коллективного субъекта, который потом начнет влиять на них же, и в этом плане тут все зависит от того, какого качества субъекта они порождают. Хорошо, если это более высоко организованный субъект, который поднимает индивидуальных субъектов, помогает им развиться до своего уровня. Но бывает, вот, как мы видим, часто и обратная ситуация, когда возникает более примитивный коллективный субъект, который начинает тормозить, деградировать индивидуальных субъектов, входящих в его состав. Ну и в современной зоопсихологии есть, где изучаются социальные насекомые, например, общественные насекомые. Там введено специальное такое понятие суперорганизм, когда сообщество насекомых рассматривается как одно единое целое со своей активностью, целями, распределением ролей. И муравей, который находится в муравейнике, он ведет себя совершенно другим образом, чем если его ввести на расстояние несколько километров от муравейника, он начинает вести себя хаотично. То есть он во многом даже не приспособлен к тому, чтобы вести себя как индивидуальный субъект. Он обретает смысл и значение только в составе коллективного субъекта. И в этом случае нервные системы отдельных насекомых используются как подсистемы некоторой конструкции, которая надстраивается над ними и может обладать гораздо более мощными ресурсами для решения проблем, когнитивных каких-то способностей, оценки ситуации. И здесь наверняка могут работать квантовые эффекты. То есть вот эта материя жизни, на которой организуется внутренний мир, она поскольку высоко сама по себе когерентна, то она и во взаимодействиях между собой тоже может проявлять эту высокую когерентность. Но тут могут быть конечно какие-то факторы, которые могут и благоприятствовать, и наоборот тормозить проявление этой коллективной когерентности. Это все требует исследования. Но это не какие-то гипотезы, которые принципиально отличаются от тех гипотез, которые рассматривают современные ученые. У них только одно единственное отличие. Не в их научном статусе, а в их парадигмальной принадлежности. Их беда в том, единственная, что они принадлежат другой парадигме. Вот и все. И поэтому никак не могут полноценно развиться, потому что общество не вливает силы, финансы, ресурсы в эту парадигму, а максимально стимулирует только редукционистскую парадигму. Но это не значит, что другие парадигмы неверны. Если начать туда вливать такие же мощные ресурсы, я уверен, там будет огромный такой скачок, что тут все общество улетит вообще неизвестно какие уровни развития. Но может быть кому-то этого не хочется как раз. Так, ну что, мы с вами уже почти два часа работаем, да? Давайте, наверное, потихонечку завершать. спасибо вам большое, очень интересные глубокие вопросы. Надеюсь, вы сохраните активность и в будущем. Пожалуйста, смотрите видео, читайте учебник. Вот, в следующий раз мы встречаемся с вами 19 декабря, да? Ну вот, из этой темы, которая, посмотрите еще раз тему субъектных антологии и чувственное иррациональное познание и наблюдение как один из видов эмпирического познания. Но если будут вопросы по рефератам, по предыдущим темам, тоже давайте их обсуждать. Спасибо.